Я не думаю о лучшем и не загоняюсь больше Отпускаю то, что было, свет тоннелей Не пророчит светлое будущее Не суждено сбыться мне Где твои мысли или слова, что сыпятся с неба Где твои чувства, их застрелили за километр Холодно в сердце, тебе больно и хочется где-то согреться Переодеться в новые дни Их пьет по голове, нервы пьют по голове Если поверишь или нет, твои слезы лишь помет Нервы пьют по голове, на вопрос один ответ Почему это со мной, почему встретился ты? Их пьет по голове, нервы пьют по голове Если поверишь или нет, твои слезы лишь помет Нервы пьют по голове, на вопрос один ответ Почему это со мной, почему встретился ты и мне? Ты и мне Закрываю их словам, мне необходим твой голос Тихо плачет темнота, все прозрачное, как воздух Мы по разной баррикаде и никогда не будем вместе Вспоминаю иногда то, что было все из листьев Пропусти сквозь рукава их совпла и обещания Не со мной те города, где с тобой себя искали Теперь падаешь мне в сон, но ведь мне совсем не важно Твоя ложь, один вопрос, на исход, на без куража Их пьет по голове, нервы пьют по голове На вопрос один ответ На вопрос один ответ Почему это со мной, почему встретился ты и мне? Не пьет по голове, не пьет по голове Если поверишь или нет, твои слезы лишь по мне Не пьет по голове, на вопрос один ответ Почему это со мной? Почему встретился ты? Не пьет по голове, на вопрос один ответ В этом пути известно довольно много, стоит просто забить твое имя в поисковик Но сейчас меня интересует не это, а именно то, какая ты вне сцены и сценического образа Как начинается твое утро? Чашка чая? Я не просыпаюсь утром Я никогда не просыпаюсь утром, потому что я ложусь спать утром У меня режим сбился на карантине вообще от слова совсем Я не знаю, например, для меня в 3 часа ночи лечь это что такое? Это рано Это реально рано, я ложусь в 6-7 У меня мама в это время встает и я Мам, спокойной ночи! Мама такая Вообще-то уже утро Дочь моя И Ну обычно как бы я встаю там в 12 час, чаще всего в 2-3 Но тогда получается сбивается все, я ничего не успеваю Захожу в соцсети вот с таким лицом просто Мне ничего не интересно, я ничего не хочу делать Домашнее задание, какое домашнее задание? Какая подготовка к ЦТ? Я просто Я буду еще спать сегодня, пожалуй Но на самом деле я утром никакой зарядки, ничего не делаю Встала Я могу ровно 5 минут просто вот так смотреть в стену Потому что у меня мозг вот эти вот обезьянки с тарелками Это вот я по утрам, реально Я вот сижу и вот все Я вот смотрю в стену и мне так хорошо смотреть в стену, серьезно А потом в попухах просто 15 минут у меня есть, мне нужно умыться, покушать Потом это зарядка какая-нибудь минимальная, вот такими движениями Когда я с плойкой пытаюсь справиться Все, вся моя зарядка И потом еще накраситься это, ну это страх, конечно Накраситься, потому что, ну я как бы говорю за 15 минут собраться Я все могу сделать за 15 минут, но краситься я буду Это что такое? И вот это вот затягивается потом на полтора часа И, например, ну сейчас особо нет никаких съемок или еще чего-то Я иду гулять просто с друзьями То есть мы договариваемся там, например Так, мне пишет подруга в 7 утра Она мне пишет Хелена, мы сегодня идем в 5 часов вечера Капсом просто пишет Не опаздывай Хелена в 6 часов Слушай, я только проснулась У меня тут как бы небольшие проблемки И так всегда Абсолютно всегда То есть для меня Снимают, например, прямые эфиры Норма это 9-30-10 часов То есть такая прям активность, активность Я могу там и петь, соседи вообще Я не знаю, как они живут со мной То есть Меня по батареям бьют Типа Стап В ответочку не поют? Ну нет Они как-то пытались Но я как бы немножко подняла свой volume up Короче Если по-английски Просто забыла, как называется слово На самом деле очень сложно жить в квартире Когда тем более у тебя вот такой режим Потому что Я не знаю Все интересные идеи не всегда приходят ночью И вот у меня вот один раз сбился режим 3 года назад Вот я теперь 3 года его пытаюсь исправить Каждый день Я уже думала Может мне сутки просто не поспать Может я потом просто вот в 8 часов вечера И я бою, боюшки бою Правильное питание сейчас очень в моде Как ты относишься к этой тенденции? Какие блюда преобладают в твоем рационе? Макдональдс очень правильное питание по-моему У меня очень большие законы были по поводу Такие слова употребляю Ужас какой, ну ладно Так вот У меня были очень большие проблемы с весом Вот прозвучит очень смешно, правда? Да Очень То есть это очень смешно звучит Потому что Ну я реально на всех фотографиях По мне не скажут Типа Хелена, ты что? Ты когда-то была вообще пухляшом Или что-то в этом роде Ну да, конечно, конечно Потому что В целом У меня вес всегда был стабильно То есть Три года назад Вот это, кстати, и произошло все три года назад Вес стабильный был там 42 кг И у меня был рост 1,58 кг Ну типа норма Угу И мы поехали в Москву И там тоже для проекта Для новой волны Мы были вместе с девочками И там Рядом со мной Всегда находились Камила и Софа Две девочки Камила Она вообще практически ничего не ела Реально Она была очень худой Вот такой Я серьезно сейчас Я не преувеличиваю Она вот такая И Софа У нее в принципе Такое телосложение У нее очень худые ноги Но в целом Например У всех по-разному уходит вес У меня он как-то вообще распределяется В талии Все нормально в талии А в остальном как бы Ну Все куда-то Вверх Вниз А талия такая Ну я тут поживу Спокойно Типа баланс А у нее наоборот Вес больше уходил куда-то в живот Чуть-чуть выше И как бы Ну все-все прекрасно понимали Но она надевала платье И вообще Ну Я говорю А это как Это так должно быть То есть она ела все В любое время суток Суши Пицца Ну я естественно как бы Попросу Ну мне только дайте как бы Волю и я начну есть все Хотя В детстве я вообще Тот ничего не ела Там растишку Вот эту вот Баночку Мама рассказывала Я за тобой носилась С этой растишкой Как со специальной торбой И ты Ложечку не могла скушать Ну то есть Вообще Максимальная такая Привередливая была И потом какие-то медикаменты Всячески Чтобы я хоть что-то ела Ну и в итоге Да как бы Я пропила каких-то Курс чего-то там Начала Есть Да Я стала столько есть Что папа радовался Мама радовалась Все радовались А бабушка Бабушка тем более радовалась Бабушка до сих пор Она такая Ты такая Худенькая Господи Я такая Бабушка Я могу съесть слона При тебе При этом Ну как бы И все на этом Просто потому что Ну на самом деле Из-за сбитого режима Это нормальная практика Чисто стресс для организма Создаюсь Чумачача И в общем Тогда я Ела очень много Ну я не могу сказать Что меня это Как-то беспокоило Но когда Стали обращать внимание Например стали кидаться Что там Словами типа Знаешь Ну ты там Немножко как бы Покрупнее Покрупнее Чем все смотришься И для меня это было Услышать типа Вы серьезно? Ну то есть Это как-то Оно не произвольно У людей Как бы Получалось так говорить Просто ну они естественно Смотрели на всех Из-за того что как бы У меня баланс здесь идет И здесь все Намного больше Выглядело То есть ну конечно То есть у девочек Хотя бы Нижнюю часть То есть ноги А не хотя бы Одинаково смотреть И я такая Здравствуйте Я немножко тут это Гиппопотам Для меня это Ну то есть я тогда помню Очень хорошо этот момент Я была В маечке Базовой Белой майке И юбке И я вот на себя Смотрела вот в тот день В зеркало У меня еще были Товлики такие беленькие На платформе Такая думаю я стильная Ну типа Топовый базовый Какой-то Лук Ну мне нравится Такое Когда вниз вверх Монохром И какая-то яркая вещь Я вот на себя смотрела И думаю господи Я какая-то вот эта вот Принцесса пупырка Реально Потому что То есть Обычно там Вверх майка смотрится просто И акцент на юбку А у меня везде акценты И я думаю Не ну как бы Так нельзя И после этого Я начала там Диеты И как бы У меня сестра врач Мама как бы Человек адекватный Папа Папа вообще Когда он узнал От мамы Что я там пью по 5 литров воды в день Я не знаю Как в меня столько влезало Я насильно в себя Впихивала воду Я над собой Реально издевалась И вот пожалуйста Вот если вы это смотрите Я вас прошу Пожалуйста Вот серьезно Никогда Не надо Вот так делать Потому что Я могла неделю голодать Мы тренировались по 5 часов в день Я 3 дня подряд Помню Мы тренировались по 5 часов У нас это стабильно Нормально было И я не ела вообще ничего То есть я пью воду И все на этом Хотя мы жили месяц все вместе Я просто урезала Как бы порции Тренировалась А потом я все Я решила Мне как бы мало Как бы где прогресс Я попрошу Я что я зря стараюсь Я каждый день Тренировалась реально Ну все Я помню очень хорошо Как я 3 дня не ела И ко мне подходит хореограф Такая типа Ты вообще нормальная Ты в 2 раза меньше стала Ну типа В плане В какой период Это тоже снова за месяц Угу Это ужасно Потому что я потом приехала в Минск Я не могла успокоиться Я знала колораж всех продуктов Я до сих пор знаю колораж практически Мне кажется всех продуктов Это реально как вот Это реально болезнь какая-то Потому что Если раньше я просто подавляла голод Потом я просто не хотела кушать Слабость вечная Агрессия непонятная вообще Ну то есть Когда я рассказывала Рассказывала это своим друзьям Мне такие А родители что А мама что мне может сказать Когда на нее просто Вот Ребенок говорит Мама Ну ты понимаешь Там то пятое десятое И получается вываливают все комплексы Ммм И что Что родители могут сделать с этим Ну хорошо Я поем при маме А пойду в туалет И ну как бы Понятные вещи могут произойти Ну типа Не будем рассказывать Ну типа Поэтому мама понимала Что если я такая принципиальная То должна прийти к этому сама Ну Папа у меня такую политику не понимает То есть мы приехали в Минск Он мне сразу купил шоколадку А я так Вот эти вот нолики Где колораж И я вот так смотрю А я столько как бы в неделю не ела Сколько в этой шоколадке калорий А я обожала шоколадку Вот реально Заберите у меня все Оставьте мне шоколадку Пожалуйста Потому что Ну Раньше я не любила Правда горький шоколад Но лайфхудск Горький шоколад намного вкуснее молочного Ну по крайней мере для меня И Он заставил меня съесть Шоколадку всю Я плакала и кушала шоколадку Все они дадут соврать в то время Что у меня как бы Это на самом деле какая-то особенность Что Ну У меня талия уже вот такая просто И все равно как-то Объемы какие-то Ну они все равно будут Это нормально А для меня это было Почему я не вот такая Я должна быть там Кожей до кости Почему Что это такое Я что-то Я зря стараюсь Я вот смотрю на себя в зеркало И очень хорошо помню Мама сидит там У нас в Москве Получается Была Как это Квартира студия Студия И получается Она видит Мое отражение в зеркале И как я на него смотрю И мама мне рассказывает До сих пор сейчас Она говорит Ты смотрела на себя так Как будто вот реально Ты себя ненавидишь Это факт Потому что я смотрела И мне было мало И вот эта вот гонка Диета за диетой Я знаю до сих пор Реально Я знаю все диеты Знаю КБЖУ Как рассчитывать Вот это все Вот это вот все И дошло до того Что мне стало очень плохо В один день в Минске Когда я снова села на какую-то там диету Да Это была какая-то модельная по-моему диета В общем это была диета Просто смерть желудку Реально Я не преувеличиваю сейчас Потому что моему желудку Реально пришла смерть И естественно Мама Вот когда такие события происходят Мама не дома Папа дома А я не знаю что мне делать И я просто Мне так стало плохо И просто несколько часов подряд Я мучилась Я думала Я уже буду по потолку ходить Потому что мне очень сильно болел живот Вызывали скорую В общем там Вообще Ужас какой-то был Я думала я сойду с ума И пришла моя сестра Реально Благодаря ее каким-то там навыкам Вот этому всему Пошаманило Пошаманило Мне стало намного лучше Но я до сих пор помню вот это ощущение Это было ужасно И как бы потом Лечить желудок Это снова диета То есть это там Стол номер 5 Или как правильно называется Кто Лечил гастрит Тот знает И После того случая Конечно Папа Самый первый человек Который увидит Что там Я могу вот так собрать волосы В хвост Он так подойдет ко мне Ты что похудела И это все Это смерть Я не преувеличиваю Потому что Только он это заметит Просто вот Весь стол Ты должна это все съесть И за стола не выйдешь Мне 17 лет И он так будет делать всегда Потому что После того что было Это страшно Конечно понятно Переедать нельзя Но это реально Это было очень страшно И когда я потом Получается Более-менее пришла в норму И Я же не осознавала еще Что как бы Мне там 13-14 лет Фигуры как-то формируются И как бы по факту Всем все равно Но Это мои какие-то заморочки Как я выгляжу То есть то что мне люди Сказали свое мнение Это Я должна была своей головой Отсеять Надо не надо И как-то пропорционально Отказываться от вот этого Всякого там Суши пицца Бла-бла-бла Что делает Хелена Ну типа Я же Ну как бы Я хочу там всем Казаться красивой Там вот это вот все Короче Я какой-то фигней занималась Реально Потому что Зачем Я честно Я до сих пор не понимаю И сейчас Поэтому что касается Правильного питания Я не против типа Правильное питание Наоборот класс Здоровье Супер Все хорошо Но если я захочу там Я не знаю Картошку фри В Макдональдсе И вот я ее хочу сейчас Значит я пойду Пешком в Макдональдс Закажу себе этот Несчастный Макдональдс Стану Возле духовки Сама нарежу эту картошку Сама приготовлю себе Эту несчастную картошку Фри Потому что я хочу ее сейчас И я поняла Что типа Если я так буду Дальше что-то урезать От чего-то отказываться Это будет бесполезно Хотя вот эти вот Привычки Которые заложились То есть это длилось все То что Когда мне было вот 13 лет Вот этот промежуток времени Где-то полгода приблизительно Потом я выходила Из этого всего А любишь ли ты сама готовить? Есть ли фирменное блюдо? Я умею готовить салатики Реально Я умею готовить салатики Помидорчики и огурчики? Да-да-да Очень Аккуратно Наряжаю Потом Кофейный суп Это вот берете кофе Ложечку кофе Две ложечки сахара Заливаем кипяточком Добавляем молочка Оп-оп-оп Размешала Готово Ну чайный суп я думаю Тут все просто Если серьезно То я умею делать там Я Я пыталась научиться Реально Я пыталась Мама Пыталась меня выдержать Это было очень сложно Борьба как бы двух хозяек на кухне Ну целая хозяйка и пол хозяйки Ладно окей Это было реально очень сложно Папа У меня папа готовит тоже Очень вкусно Он меня тоже не выдерживает И всех меня мне кажется Может выдержать только сестра Ну поэтому я как бы умею варить макарошки Пельмешки Салатики нарезать Могу сходить в магазин Купить готовые продукты То есть уже все что приготовили Я могу разогреть То есть в этом плане Я как бы молодец Я считаю Если серьезно то там Верх моего кулинарного Вот этого вот Искусства Это яйцо пашот Все Все Яичница яйцо пашот Вам что-то еще нужно Мне кажется вот Больше ничего не нужно Завтрак главный прием пищи Овсянку тоже могу приготовить Все реально То есть это потолок Ну то есть все что легко готовится Конечно само собой понятно То есть тут все могут приготовить Ну я могу конечно испортить Даже то что легко готовится Но в целом Если поднапрячься И найти рецепт в интернете Можно приготовить А любимое белорусское блюдо Белорусской кухни? О Сейчас скажу Сейчас я вспомню Короче я просто В васильках Как-то вот эта вот сковородка И там Короче Какая-то Колбосятина И Драники Вот это вот очень вкусно Я люблю вот Все что такое вот Реально Я только сейчас поняла Что я люблю драники Очень Я их очень сильно люблю То есть Я маму Это Очень сильно дрючила Потому что Мама у меня прекрасно готовит А я хочу вот Чтобы вот Драники были вот такие вот Как там И мама сидит И думает Господи За что Ты мне Такая дочь Просто Продолжи фразу В моем холодильнике Обязательно должно быть Сыр должен быть Молоко Сыр Творожок Нет Молоко нет Нет Только сыр Может быть только сыр Есть Есть Молоко Я его добавляю только в кофе Я не люблю молоко И творог не люблю Вообще И вот всякие вот йогурты Я вот из всех молочных продуктов Люблю только кефир и сыр Елена Благодаря музыке Ты постоянно находишься на виду И это несомненно Отражается на твоем стиле И одежде Которую ты выбираешь Расскажи немного о своем гардеробе Какие вещи преобладают Платья, юбки, джинсы, сценические костюмы Честно говоря Я не Как это сказать Я не думаю о том В чем я пойду на сцену Вот вообще не думаю Реально И это Большая проблема На самом деле Это огромная моя проблема Потому что Мне нравится такой стиль Он вроде такой И сдержанный То есть я люблю Пиджаки Брюки Именно ботинки А не кроссовки То есть Ну как бы по мне видно Да Но при этом всем Мне хочется И чего-то такого повседневного Типа джинсы Майки Бла-бла-бла И Просто Главное мне чувствовать себя комфортно Главное Вот Я чтобы смотрелась на себя в зеркало И такая Классно выглядишь И пошла Ну на самом деле То есть я не привязываю никогда это К Концертам выступления Но Я больше люблю все-таки Брюки Джинсы Потому что Визуально Мне кажется Повыше выгляжу А кто помогает тебе в создании сценического образа? Я Сама? Да Нравится ли тебе одежда белорусских производителей? Очень нравится Но это без преувеличения Очень нравится Потому что Есть какие-то вещи Которые вот я пытаюсь найти в масс-маркете Вот Изо дня в день Я не преувеличиваю сейчас Потому что Все вот эти вот американские вот Boys and girls Постоянно такие У меня вот таких четыре майки А чего добился ты? И я просто на них смотрю и думаю Где Ты Это нашел? В нашей заре такого нет Ну все И я начинаю как бы искать в интернете Просто вот забиваю реально там Например Рубашка корсет Я вот сижу вот так вот Наверное Несколько часов могу вот так сидеть И искать Потом нахожу И реально нахожу У белорусского какого-нибудь дизайнера Причем там это не просто вот эта вот рубашка корсет А там И вот это можно и надеть И Когда выходишь на сцену На какой-то показ Или еще что-нибудь То есть На самом деле Например Вот на мне сейчас майка кажется Черная майка обычная Там сзади завязочки Которые можно крутить Как хочешь вообще Хоть на голову себя завяжать Например от Рады Рада стайл у нас есть такой дизайнер Это вот просто чисто Не реклама попрошу На самом деле То есть мне нравится Мне нравятся дизайнеры Которые не именно вот шаблон У нас вообще нет мне кажется Таких дизайнеров Которые чисто по шаблону Все максимально стильно Это на самом деле так И Я вот знаю Многие могут со мной поспорить Но На мой взгляд Очень сильно Очень Главное качественно Ну А что насчет хобби Насчет хобби Ты чем увлекаешься вне сцены Чисто для души Я очень хотела научиться Садиться на шпагат Потому что Потому что я очень хотела Просто научиться Садиться на шпагат Я Научилась? Нет Ну потому что одиннадцатый класс Мне там оставалось Ну совсем немножко И я как бы Я уже Ну все И потом И потом все Школа началась Мне не хватало Физически Реально Не хватало времени Чтобы поспать Я два часа Спала на протяжении нескольких месяцев И Я просто Я могла сесть Такая На уроке Просто вспомнить Как мне не хватало Вот этих вот нескольких сантиметров Такая Нееет И пишу своему тренеру Саша Саша Можно я когда-нибудь Тебе приду вообще И она такая Да конечно А когда ты можешь И у нее очень Забитый график Вообще реально К ней вот на индивидуальные тренировки Невозможно попасть от слова совсем И Я всячески Пыталась Пыталась И до сих пор не попала Вот скоро год будет Я не ходила на тренировки Еще Хореография То есть ну У меня тренер Серега Сергей Вообще Зверь какой-то Реально Потому что Он реально требовательный То есть мы с ним и К Евровидению вместе готовились И он постоянно такой Давай Давай Просто Человек который никогда Особо тебе может и не говорить Насколько ты там Классная и прекрасная Но Он на самом деле Поддержит в любую минуту Вот это Это дорогого стоит Я Почувствовала себя Вот В какой-то команде На самом деле Когда например была На каком-то из проектов Потому что он такой Мы работаем Я сказала Вау А какой любимый вид спорта Зимой и летом Мой любимый вид спорта Это потренировался дома сам Реально Ну я просто не умею кататься ни на чем Поэтому мне вообще хорошо Стала такая Так мы сегодня качаем пресс Значит мы качаем пресс Ручку можем покачать Ножку можем покатяться А каким спортом ты занималась в детстве Куда тебя отправляли родители Пару лет занималась гимнастикой Пару лет занималась И потом Я не знаю Вот как они могли до такого додуматься Но они меня забрали с гимнастики А тебе нравилось? Ну я помню что у меня Преподавательница была хорошая Ничего оттуда не помню только хорошую преподавательницу Но наверное мне нравилось Именно она И за нее я хотела туда ходить Ааааа Точно Вдруг они не видели способности каких-то Вот почему я не могу так быстро сесть на шпагат Все понятно Все понятно А как часто у тебя получается уделять время отдыху и путешествиям? Я не путешествовала никогда Ну то есть Я ездила к папе на родину в Сирию Несколько раз По-моему два раза ездила Это было Ааааа Это было где-то лет восемь назад Может Нет десять уже наверное Да десять лет назад было где-то И Ну в основном это Когда едешь на какой-то там конкурс или еще куда-то Там мало чего от отдыха остается То есть Какое-то минимальное времяпрепровождение около моря Это было в Крыму перед детской новой волной Именно перед Потому что во время конкурса нельзя Мы приехали за несколько дней Я несколько дней конечно вот так полежала Позагорала И все Но Это все равно Когда ты находишься в напряжении Это не путешествие Это не отдых А как проводишь свободное время? Свободное время? Если оно есть Вот Собственно Его и нет Потому что Ну Когда непонятный тоже такой график То есть Ты получается Сам на себя В большей степени работаешь И Ты еще плюс ко всему учишься Твое любое свободное время Можно стать рабочим Потому что Ты что-то узнаешь Что-то придумываешь Что-то пишешь Что-то сочиняешь И так далее И так далее Это непонятный пунктик такой Кстати Ты вообще влюбчивая Можно ли быстро Завоевать сердце Хелены? И как это сделать? Я вот сейчас Пытаюсь понять Влюбчивая ли я Ну это такое Тоже понятие относительное То есть Ну Честно говоря Я знаю точно Что у меня стабильность Всегда превыше всего То есть Если у меня есть какие-то друзья Прям друзья-друзья Мы можем с ними нормально Не общаться Как вот это вот Подружки Изо дня в день Будем переписываться Нет Мы можем так и делать Но при этом всем Если они мне позвонят Или я им позвоню Мы всегда поможем друг другу И так было Так было всегда Но То же самое касательно Каких-то таких отношений Например Типа Если меня чем-то человек зацепил Ну Может быть как бы Как это сказать Понравился он мне сразу А Чтобы он разнравился Там Нужно конечно постараться То есть Если исходить из этой логики Ну как бы Влюбляюсь я Получается быстро А Чтобы разлюбить Это достаточно Долгий промежуток времени занимает Образ идеального парня В твоем понимании Тот которого Можно назвать парнем Хеледа Мирай Просто по статусу Все Больше А если у тебя Какой-то нелепый случай Знакомства с парнем Который Спустя время вспоминаешь С улыбкой У меня Очень много нелепых Ну Самый такой Самый такой У меня У меня Есть случай Когда я В общем Мы познакомились с мальчиком В интернете Причем Меня зарегистрировала В каком-то там Бот Как он там называется Что-то типа Не помню Вконтакте? Да Леонардо Леонардо Он Он Немножко Повзрослел И Все Он Изменился Я думаю Интересный Такой Молодой Человек Ну Вот А тут как бы Я думаю Ладно Ладно И что-то я Реально Мне было Или Грустно Или Скучно Что-то Что-то из этого разряда И в общем Там же нужно лайкать Что-то там Это того Я думаю Какой-то мальчик написал Не буду с ним общаться А потом Смотрю фотографию Какой-то мальчик Ой Ну симпатичный мальчик Думаю Ладно Может быть пообщаемся Нажала вот это несчастное сердечко Ну и все Забыла про этого мальчика Думаю Ответишь не ответишь Как бы твои проблемы Я как бы сердечко свое поставила И Получается Я живу в том районе Где находится там Торговый центр Вот это Европа Рига Вот это вот все Зона вот эта вся И что-то Вот я никогда не ходила Вот в торговый центр Европа Так часто Как вот в те дни Я не знаю почему Мы с подругами Просто там Мне нужно купить то 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 Я говорю Ну пойдем купим А ну это в Европе находится Я думаю Господи мы уже Четыре дня подряд Ходим только в эту Европу А это как бы Было 20 числа декабря Какого года Восемнадцатого года Ну все как бы мы ходим 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 И что-то вот мы идем И я смотрю на мальчика То есть он вот так проходит И я прям аж обернулась Чтобы я обернулась Я не знаю что должно произойти У меня как бы вот этот бзик на том Что я должна пройти не оборачиваться Вот И я прям вот так обернулась на него Это был тот с Леонардо? Да Это был он И я просто такая Не нормально вообще А мы договорились с ним встретиться на следующий день И я такая Ты вчера был в Европе Он такой Да Ну и я там вчера была А это ты так обернулся Я такая А это ты так обернулся Да И он тоже так же обернулся Да И я думаю Не ну это нормально вообще Ну как бы с тех пор мы вот так и общаемся А как считаешь Есть ли настоящая женская дружба? Есть ли такие подруги Которым можно все без опаски доверить Рассказать? Тут зависит от того В какую позицию ты сам себя поставил Ну в любых отношениях У меня просто со всеми моими друзьями Которые вот Их на самом деле очень мало Именно искренне вот таких друзей друзей Которым я на самом деле могу позвонить В любое время суток И они помогут мне решить мои проблемы Если например У них были какие-то жизненные ситуации Я это делала не из расчета на будущее А я это делала искренне То есть я готова была помочь И например Я им первое что-нибудь доверяла Какие-то секреты Потому что я просто Ну не знаю Меня притягивает что-то в человеке Как-то на интуитивном уровне И все И я да Я без опаски доверяю Какие-то свои секреты Потому что Даже если что-то Где-то там Кто-то кому-то рассказал Ну Сорри Как бы Да Это моя жизнь Окей Я делала вот это Вот это Вот это Вот это Вот это Вот это Вот этим людям А чего мне стыдиться Как бы Если вскрыть их скелеты в шкафу Я не знаю вообще Что там Может похуже что-то будет То есть В целом Я просто не отношусь к чему-то там Это моя такая тайна Никогда никому не расскажу И если ты об этом расскажешь То я тебя раз и все Нет Ну у меня такого реально никогда не было То есть Поэтому я Максимально Максимально доверяю на самом деле людям И коллегам по цеху Как говорят На самом деле Очень-очень много знает Например обо мне И Оля Сатюк Потому что мы с ней В очень хороших отношениях И Кирилл Гуд И Ален Хит И Анжелика Пушнова Все просто С кем я хорошо общаюсь С кем я очень часто вижусь Очень хорошо знают Именно меня Как человека А не только Как Хелена Мирай Которая ха-ха-ха Хи-хи-хи Это на самом деле так А скажи Насколько твоя публичность Отражается на повседневной жизни? Не отражается Ну вот Совсем ничего нет Что ты не можешь себе позволить? Не отражается Ну вообще максимально не отражается Потому что ну На самом деле Если Кто-то там что-то захочет Кому-то рассказать Что-то там увидел Я не знаю Хелена Мирай стояла Нос почесала О ужас какой Расписали эту ситуацию так Как будто я там Ковырялась в носу Вот так Ну типа Если хотите так делать Делайте Ну мне как бы все равно Потому что ну Приятно Мне реально Из этой всей ситуации Будет приятен тот факт Что меня вообще Ну как бы узнали люди И соизволили присмотреться К моей особе Ну то есть на самом деле У меня потому что нет такого Что я там Скрываюсь очки Все Капюшон Я пойду так летом На улицу Потому что как бы Меня узнают каждый день Нет То есть конечно Меня и в школе знают И классы младше Меня Ну уже просто Старше выпустились Уже старше меня Я крашка И как бы И на улице бывает такое Что пересекаются Люди Которым интересно Мое творчество И не всегда это Ребята которым там Двенадцать лет Это могут быть И люди которым И двадцать лет То есть для меня Это был шок Когда там Ко мне подходят Две девушки И им там Двадцать пять лет Ну Наверняка Вы серьезно? Вы меня знаете? То есть Ну у всех же Вот это вот стереотип Что только Ну Подростки дети Им будет интересно Творчество Как бы Подростков То есть Ну на самом деле Из-за того что я так отношусь В принципе К своей какой-то Повседневной жизни Что Но это я И как бы простите Вот она я такая Я там Если Если реально Даже я буду стоять Ковыряться в носу Я не ковыряюсь Но что Я попрошу То Как бы Ну серьезно И Даже если я буду Выглядеть У меня там будут Серьезы градом лица Ко мне например Подойдет человек И скажет Давай мы с тобой сфоткаемся Я вот так вот Вытру слезы А у него человека Реально сфоткаюсь Потому что ну для меня Это что-то извне Это Как бы моя мечта Чтобы В принципе Людей Интересовало Не только Вот Мое лицо А в первую очередь Моя музыка И так обычно она и получается А сталкивалась ли ты когда-нибудь Со звездной болезнью? Нет Но я сталкивалась С хейтом в мою сторону Из-за этого у меня И Не развивалась особо Никакая звездная болезнь Потому что хейта всегда было Намного больше А теперь блиц опрос Отвечай быстро и не задумываясь Бег или велосипед? Бег Кофе или чай? Кофе Драники или картошка в мундире? Драники Платье в пол или джинсы и майка? Не думай Не думай Платье в пол Кроссовки или кеды? Кроссовки Любимое блюдо? Одно Ризотто с морепродуктами Барли Клоп Я не тусуюсь Ладно, ладно, ладно Я не знаю, я не знаю Наверное клуб БМВ или Ауди? БМВ Любимая музыка? Стиль Джаз Любимый исполнитель? Карди Би Нервы или под кожей? Нервы под кожей Кстати, как появились эти песни? Кто их автор? Я Да Целиком и полностью я А были ли какие-то прикольные моменты на съемках клипа? Когда что-то пошло не так там? Честно говоря, очень Очень много моментов Самый такой яркий? Самый яркий это то, что мы привезли козла Ну у нас же там был живой козел в клипе под кожей И ну как бы козел Это был не именно вот козел, которому там, я не знаю, 3-4 года А это был козленок, которого 3-4 месяца Козеленка звали Валера Я попрошу То есть и к Валере относились все с уважением Я не знаю, просто у меня какая-то идея фикс возникла в определенный момент Мне нужен был козел в клипе и кот Кошку я взяла у сестры, а козла мы искали Мы искали, искали, нашли козла Значит его привез папа с другом Ну как бы козел немножко был в шоке То есть он никого не знает Он еще вот это вот, его от мамы забрали, он плакал Папа говорит, он плакал в машине, мы его везли, он плакал Я говорю, папа, как ты его мог тогда довезти Он такой, я вообще сам в шоке просто Ну и короче Валера настолько был в шоке От всего происходящего Ну что он просто такой, не-е-е-е, не-е-е Я думаю, все Съемки накрылись медным тазом, да-а-а-а Запланировали снимать в 11, уже 11.30, да-а-а-а Я просто такая Ребят, давайте что-то делать И Валера уже все Он решил, что он здесь главный Но страх присутствовал, поэтому он начал делать все свои дела И мы просто У меня просто Снимала клип Маши Романовской вместе с Антоном Момоненко И Маша просто такая А мы реально все собрались вокруг козла, он в центре стоял Она говорит, вот вы представляете, вот взрослые люди смотрят на то, как козел Делает свои делишки Делает свои дела А все даже, это вот было реально очень смешно И никто даже не мог посмеяться, потому что все были в шоке Мы смотрим на это несчастная козла И думаю, господи, да ты успокойся Или как Кошка у меня вообще, она была в шоке На мне это вот какое-то Платье Как оно называется, господи, материал Шелк И я думаю, мы его взяли, как бы одолжили у дизайнера Если она сейчас поставит затяжку Что я с ним буду делать? И я просто ее вот так держу, такая Спокойно, спокойно, спокойно Это всего лишь козел, ты уже взрослая девочка И она такая, господи, господи, куда я попала? Она в меня вот так вцепилась И я думаю, ну все, сейчас мы вот снимем клип И, короче, мы пока Каждый раз, он только ложится Кладет свою особу, короче, на пол Антон выключает камеру Я говорю, Антон снимает Только Антон снимает, он встает Я думаю Не, ну вот это вот, конечно Вот это вот, да Вот это вот, конечно Интересное развитие событий Но мы сняли, это главное Хватит набивать цену Ты же не бриллиант, ты всем не нравишься Светишься в темноте Не звезда, а фликер, но для них луна Почему с ними легко говорить за глаза Осуждать за спиной Почему чувства ее для тебя не нужны Раньше верил в любовь У нее к тебе весь вопрос Что в голове, а если всерьез Думаешь, что в твоих венах, что льется по коже У нее к тебе есть вопрос, что в голове твоя, если всерьез Думаешь, что в твоих венах, что льется по коже Этот сюжет, он как мясорубка, только ты вертишь его по кругу Чуть больше денег, а в руки мне падай Ты как вода, нужен тем, кто не плавал Среди них без имен милые лица, руки трясутся, ты дай ему скрыться Мне непонятно, почему вновь ты воспринимаешь ненависть, будто бы любовь У нее к тебе есть вопрос, что в голове твоя, если всерьез Думаешь, что в твоих венах, что льется по коже У нее к тебе есть вопрос, что в голове твоя, если всерьез У нее к тебе есть вопрос, что в твоих венах, что льется по коже Что в голове твоя, если всерьез Думаешь, что в твоих венах, что льется по коже У нее к тебе есть вопрос, что в голове твоя, если всерьез Думаешь, что в твоих венах, что льется по коже Что в голове твоя, если всерьез У нее к тебе есть вопрос, что льется по коже У нее к тебе есть вопрос, что льется по коже А теперь возвращаемся к теме конкурсов У тебя их огромное количество Вот как считаешь, они важны все-таки, нужны? Да, конкурсы международно-республиканские Это в первую очередь опыт огромный Для того, чтобы выйти на сцену проекта именно Но стоит различать именно конкурсы и телепроекты Конкурсы, ну просто это не я так придумала Меня реально этому, этому не то, чтобы учат Но рассказывают как минимум, как вообще нужно себя ощущать на сцене Чтобы не бояться И если конкурсы международно-республиканские Это три стены и четвертой стены нет Ты идешь в зал, иди хоть на голове, постой Делай, что хочешь реально А телепроекты все-таки это ограниченная территория То есть четвертая стена твоя, это камера И нужно работать на камеру Ты владеешь фортепиано И, насколько я знаю, хотела научиться на ударных Да все Удалось ли? Нет, потому что у меня вечно нет времени Я хотела и на струнных У меня мечта Господи, скрипка Гитара и барабан Хотя я в музыкальную школу очень хотела пойти по классу скрипка Но я не знаю, как так получилось Что моя мама за меня решила, что мы идем на хоровое отделение Либо она там посоветовалась По-моему, она посоветовалась с учительницей музыки в школе Что лучше пойти на хоровое отделение Ну и мы пошли Пошли Я фортепиано У меня была шикарная просто учительница по фортепиано Доктор Татьяна Сергеевна Просто Я ее до сих пор обожаю У меня по фортепиано Если открыть мой дневник И специальность написана У меня лебеди И она их в клетках рисовала С коронами В болоте Тройка была Попрошу Когда она мне ставила девятку Для меня это было что-то из-за того Вау Потому что я на фортепиано очень редко ходила Из-за всяких конкурсов И во-первых Начнем с того Все-таки не конкурсы Самая первая причина Первая причина Это Лень До того Как я еще стала ходить на конкурсы Мне была лень Именно делать разборы произведений Хотя мне очень нравилось играть на фортепиано Но когда ноты Выучат сами себя Вот здесь Мои головушки И я просто буду сидеть Такая Ла-ла-ла-ла-ла Я так хорошо играю на фортепиано Читать все стая Хоть она меня На самом деле Она меня Дрессировала Вот на самом деле По-другому не скажешь Она так старалась И Пыталась привить мне эту любовь к фортепиано И говорила мне всегда Вот ты вырастешь Ты поймешь Вот я выросла Я поняла свои ошибки Все Можно назад Как бы время вернуть Я все исправлю То есть Ну на самом деле Я понимаю Что я бы сейчас играла лучше на фортепиано А на барабаны Времени нет На гитару Ну как бы Простите Ногти сами себя не обрежут И Немножко не получается Скажем так А кто твой кумир в мире музыки? Если кто-то На кого ты равняешься? У меня нет одного кумира в мире музыки И я даже не могу сказать Что кумир Это Ну вообще Вот то слово Которое я могла бы Применить Скажем так Потому что Ну вот это вот Из разряда того Что я не понимаю Когда говорят фанаты То есть Для меня это Какие фанаты Ну я понимаю Там слова подписчики То есть Это нормальное слово Слушатели Но не фанаты И то же самое Там слово Кумир Не знаю Для меня Это вот Все равно Что поставить наравне С словом Идол Это как-то Что-то из ряда вон Поэтому Если вот именно нравится Поэтому и не один Человек Как бы Если нравится То очень много И зарубежных И страны СНГ И у нас есть Те ребятки Которые мне очень нравятся Очень талантливые Которых пример беру А с какой звездой И легендой музыки Ты бы хотела выступить На одной сцене? Ну их К сожалению Уже многих нет в живых Это в первую очередь А во-вторых Все с кем бы хотела Я не знаю Это мне кажется Вообще Unreal Просто там Приехать к Риане Перед особняком И стоять Привет Риана Я тут как бы Это немножко С тобой спою Ты же не против Спасибо Или Бейонсе Такая Просто высовываю голову У нее вот это вот У нее же вот эта вот Крыша огромная Я просто Как этот Как это Санта По трубопроводу Такая Ку-ку Let it snow Let it snow Let it snow Просто Как бы Мы с тобой Песенку споем Вообще Или как Я попрошу И джизи Такой Типа Нормальный Вообще Поворот событий Ну на самом деле Вот Знаменитости Мирового масштаба Которые Ну в современном мире Внесли Серьезный вклад Музыку На мой взгляд И в принципе Их Какие-то Моральные ценности Интервью Это вот Исходя из интервью Можно Понять Ну как бы Как они В некоторой степени Даже воспитывают Какое-то новое поколение Например Ну это вот звезды Реально Например Моего поколения Я такая старая Господи Ну просто я понимаю Что например Моя племянница Она будет расти на музыке Там Камила Кобея Или там Шон Мэнднес Или там еще Ширан Да Да Или Господи Забыла Вылетела из головы Как ее зовут Билли Айлиш Тима Да 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 Ну и Просто я понимаю Что это Уже другие люди То есть Если например Та же Билли Айлиш Она мне безумно Сильно нравится Вообще Выше перечисленный Исполнитель Мне очень сильно нравится Но я понимаю Что у них все равно Немного другое Мировоззрение И Как бы Да Это затрагивает Еще Меня И мне интересно Все-таки Смотреть их интервью Но в большинстве Своем То есть Например Интервью С Бейонс Я смотрела вот так А сейчас Я повзрослела Я смотрю Анализирую То есть У меня это уже Не программируется Прям вот Четко 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 Прям дословно Ее точку зрения Перенимая на себя Поэтому Такой вот Интересный вопрос Конечно Очень интересный вопрос Кстати Как вообще Относишься К современным Тенденциям в музыке Нет ли ощущения Что все как-то Ускоряется Упрощается Песни по щелчку Выстреливают И быстро забываются Все очень циклично В этом мире Вообще все Поэтому Вот этот цикл В музыке Который он идет То есть Мы сейчас Это вот видим То есть Очень-очень Было много заморочек В какой-то период Там джаз Это эти симилизмы Ты сидишь Хватаешься За голову Думаешь Господи У нее там Взгортани Все нормально Что там вообще Внутри Как ее фониатор Ее будет осматривать Когда сейчас Например Я слушаю музыку Я понимаю Что люди возвращаются К тому Что на первое место Уже И не текст Ставится И не вокал Просто Просто вот сама музыка То есть Если разобрать Отдельно Я конечно понимаю Что у многих Там аранжировки Просто построены Вообще Особо ни на чем Я как бы Особо и не разбираюсь В аранжировках Но в целом Ухо слышит Что особо Там ничего навороченного Нет Но по звучанию Это очень красиво То есть Сейчас заморачиваются Именно над Общим звучанием Что касается Каких-то трендов И что там Вылетает в этих трендах Я не знаю Они с бубном Там стоят Вот так Типа Пожалуйста Первое место В чате в ВК Я не знаю Что они там делают Как у них там Вообще Продакшен их Развивается Кому они там Каким дистрибьютором Они ходят Что у них вообще По трафику Я вообще Я не знаю Что у них там Но как они это делают Для меня это еще Загадка Мирового масштаба То есть Я каждый раз Выпускаю песни Я такая Господи Можно пожалуйста Можно хотя бы Ну хотя бы Тысячу прослушивания Ну две Ну пожалуйста Очень хочу Очень хочу Потому что я не знаю Как это реально работает То есть Ну Я никогда И не пыталась Себе там И накрутить Чего-то Я понимаю Что там Есть какие-то схемы Благодаря которым Можно продвинуться Но вот когда Вот в тебе Есть какая-то Правильность Это такая Это как раз Такие неправильные Когда есть Куча всего правильного И для меня Это большая проблема То есть Понять Осознать Вот эту вот Хронологию Каких-то событий Как о них Сначала подписчики Что Как Почему С чего Он начал Он вообще блогер Кто он Вообще Я вот Недавно Кстати Заходила В чат Вконтакте Я просто Смотрю И думаю А кто эти люди Я Я Я серьезно То есть Я вот так вот Смотри Думаю Ребят Когда вы успели Как бы Когда вы успели Я из всех знаю Только Егор Крит Такая Это Егор Крит Послушаем Что-то у него вышло Ну При этом Все То есть Мои друзья Вот эти стереотипы Так осуждающие Ты что Ты будешь Это слушать Я вот Человек Который Занимается музыкой То есть Получается Чисто принципиально Не должна была Даже хотя бы Вот Одну песню Спустя 150 лет Послушать Из топ-чата Когда мне Это вот Постоянно Вылезает В инстаграме Вот эти вот Какие-то Непонятные Песни Я думаю Нет Это пулечки Мы сейчас Послушаем И мы узнаем Что нравится Как бы Людям Что изменилось Вот Там например Я активно Проверяла Чат Например Год назад Чтобы быть Как бы В курсе Всех событий Я спустя год Проверила Ничего не изменилось Вообще Ничего Ровным счетом Тот же смысл Практически Тоже Звучание Чуть-чуть Конечно Изменилось Большинство Это изменяется У исполнителей Которые Вот Они выстреливают На какое-то время И все Их больше нет Именно в топ-чате У них Прям вообще Прогресс Прогресс Идет Те Кто живут В этих топ-чатах Практически На самом деле Ничего не меняется Может это и хорошо То есть Ну Просто Зарекомендовали Себе Вот такое имя Это класс Но Что касается Там В целом Ситуации Меня это Немножко Иногда И пугает В некоторой степени В первую очередь Рада Что люди могут Могут Вот так Постоянно Они же Не могут там Постоянно 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 Там Все хакбзоны Так И вот Телефоны Везде Где только можно Значит так Ребята Сейчас мы Работаем 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 Скорее Как бы Они уже Так один раз Сделали А потом Люди К ним Сами приходят То есть Мы тебе Поможем Мы тебя Тут наставим На путь Истинный То есть Это так И должно Работать И поэтому Это классно Чем в ближайшее время Хелена будет радовать Своих слушателей Над чем сейчас Работаешь У нас записана Новая песня Очень классная Новая песня Но коронавирус Решил все за меня То есть Песня была Вот я сейчас Должна все сказать Песня была Про школу Ну Выпускной Я как бы Как бы Одиннадцатый класс И Все Я уже думала Я все подготовлю То есть Я в марте месяце Думала уже Все Мы сейчас Тут Клип снимем И обложку сделаем Май месяц Я как бы Только недавно Начала толком Выходить на улицу И Сейчас будем Все стараться Сделать И обсуждать Стоит ли вообще Постить В этом году Может не в этом году Очень хочется Очень хочется Започтить Потому что Она прям Честная песня Там Весь текст Это вот Все про меня Вот Впервые в жизни Могу так честно сказать Что там И метафор Никаких-то нет Особых То есть Там вот Все Вот я вот так Жила Все 11 лет Кому бы ты Хотела сказать Спасибо за то Кем являешься Сейчас Господи Это вот Реально Это равно Потому что Оказавшись Перед кем-то там Что ты ему Скажешь Но Честно Мне очень тяжело Выбрать Иного человека И как-то Банально Говорить Там Хотя не банально Это очень Серьезная вещь Родители Педагог Семья Друзья Сестра Брат Северная вещь Это конечно Все очень хорошо На самом деле Когда Люди Вспоминают Таких Близких Людей Но Просто вот У каждого Наверное Человека Есть периоды В жизни Когда Мне еще 17 лет А я уже Такие вещи Говорю Ужас какой-то Когда Ну бывает Такое Теряют веру В себя И Люди Которые Находятся Рядом Они все равно Как-то Меняются 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 Есть Какой-то Круг людей Которые Все-таки В тебя Верят Я бы Больше Хотела Сказать Спасибо Именно Тем Кто Верит Потому Что Они Знают Кто Это Это Как раз Мама Брат Свад Ну вот Это Все И В первую Очередь Вот Как Эгоистично Сейчас Будет Я Сама Молодец Большая В том Плане Что Был Период В жизни Когда Я Сказала Что Я Больше Этим Заниматься Не Буду Это Было Очень Тяжело И Плакала Каждый День До Я Каждый День Напевала Себе Песни Я Вообще Я Несколько Месяцев Сидела Смотрела В стену Плакала 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 Я Еще Тогда Болела И Мало То Что Я Физически Спеть Не Особо Могу Так Мне Еще Не Хотелось И Люди Которые Были Рядом Огромное Спасибо Потому Что Они До Сих Пор Рядом Со Мной Мы Можем На самом деле Не общаться С ними Но Они До Сих Пор Рядом Со Мной Но При Этому Когда Я В один Прекрасный Момент Сказала Нет Я Все Так Попробую Еще Раз Да Может Все Не Идет Так Гладко Может Так Не Летит Все В гору В гору Но Есть Какое Желание И В первую Очередь Ну У Меня А не У Кого То Елена Спасибо Огромное За интересную беседу Было Очень Приятно Пообщаться Друзья Ну А на Мои Вопросы Что Зачем Да Почему Чисто По Секрету И Только Для Вас Ответила Белорусская Певица Хелена Мираи Всем Пока И до Новых Встреч